Здравствуйте! В эфире программа «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Свои вопросы присылайте на сайт нашей программы vera.vesti.ru Владыка, хочу попросить вас сегодня поговорить о богословии как научной дисциплине. Вы известный теолог, руководитель общецерковной аспирантуры. Для чего нужен этот предмет как наука? Недостаточно ли самой веры, когда мы говорим о вере? Надо сказать, что теология, это греческое слово, которое на русский язык переводится как богословие, с точки зрения церкви является и наукой, и ненаукой. Дело в том, что богословие – это не просто какая-то отвлеченная наука. Невозможно быть богословом и при этом не верить в Бога. И вот мы, церковные люди, считаем, что вообще подлинное богословие – это богообщение. То есть невозможно Бога узнать по книгам, невозможно о Боге что-то узнать исключительно со слов других людей. Человек должен в собственном религиозном опыте пережить встречу с Богом для того, чтобы стать в полном смысле слова верующим человеком. Но в то же время богословие – это и наука, как та область знания, которая систематизирует представление человека о Боге, о вере, о нравственности, как наука, которая рассказывает, например, о взаимоотношениях между различными религиями и о том, как представления о Боге различаются в разных религиях. То есть это очень существенная сфера человеческого знания, которая, безусловно, укладывается в рамки того, что мы называем наукой, то есть некой отраслью человеческого знания. Владыка, Вы отметили как важный момент, что богословие не может быть из уст неверующего человека. Получается, что все-таки эта наука обладает определенной спецификой. Может быть, это неудивительно, что светская система научной оценки, научная аттестация, по крайней мере в нашей стране, с насторожностью относится к этой дисциплине и не торопится включать ее в научные, образовательные и высшие стандарты. Я думаю, что скорее эта неторопливость, как Вы выражаетесь, объясняется наследием советского времени. Потому что в советское время вообще церковь была отделена от человеческой жизни, и вся идеологическая система государственная была направлена на то, чтобы изгнать представление о Боге, изгнать представление о церкви из сознания людей. То есть чем меньше люди знали о вере, тем лучше. Причем функции религиоведов брали на себя воинствующие атеисты. Те люди, которые изучали религию для того, чтобы ее опровергать, не спровергать, для того, чтобы внушать людям, что религия обман и так далее. Ну даже предмет, который все мы, кто учил в советское время, изучали в высших учебных заведениях, назывался научный атеизм, никак иначе. А вот почему, теперь можно задать вопрос, почему атеизм может быть научным, а почему богословие не может быть научным? Вот если мы возьмем развитие науки на Западе, то практически во всех крупных западных университетах есть богословский факультет, который сосуществует с факультетом, скажем, литературы, физики, химии и так далее. То есть богословие воспринимается как одна из отраслей человеческого знания и науки. В России до революции была несколько иная картина. У нас богословие изучалось в духовных семинариях и академиях, которые были предназначены для воспитания будущих священников. А университеты не имели факультетов богословия. Но это было связано с очень простым фактом. У нас университеты появились позже, чем духовные академии и семинарии. То есть на тот момент, когда создавались университеты, уже существовали семинарии и академии, где изучалось богословие. Поэтому даже и не приходило в голову в рамках светских университетов создавать богословские факультеты. Но вот, может быть, стоит посмотреть сейчас материал, который подготовили наши помощники, и который рассказывает о том, как на Западе устроено богословское образование. Деологический факультет в Берлинском университете был всегда. Даже в боговорческие времена ГДР в этих стенах продолжали искать смысл его, слово и действие. Сейчас здесь 1100 студентов, пытающихся удержаться на последнем островке классического образования, с латынию, греческим и евритом. Большинству поступивших приходится учить хотя бы два из этих языков в течение первых двух лет учебы. И это переломный момент, когда некоторые студенты понимают, что это для них слишком тяжело. Как основной предмет изучают евангелическую теологию, православная и католическая спецкурсы. Библию, Ветхий и Новый Завет придется выучить наизусть, а верить в Бога не обязательно, хотя это помогает в учебе и выборе профессий. Я хотел бы стать тюремным священником. Эта область меня очень интересует, но, насколько мне известно, что касается вакансий, там не очень хорошие перспективы. Для меня трудных предметов нет вообще, а вот самый интересный, на мой взгляд, систематическая теология. Это настоящий вызов для студента. Очень обширный, междисциплинарный предмет, ведь тут и философия, и экономика. Раньше теология была основой любых исканий, теперь сама черпает от других наук. Она вобрала в себя новые знания о человеке, социуме и мире, тем более, что, например, теория Большого Взрыва совсем не противоречит ее предмету. Психотерапевтическая функция – вот то, что неизменно еще с тех времен, когда европейцев регулярно косила чума. На события нашей повседневной жизни реагирует практическая теология. Она объясняет, как надо читать воскресную проповедь, когда произошла, например, такая катастрофа в Японии. Все люди потрясены, и нельзя говорить с ними так, как будто ничего не случилось. В каком-то смысле теология – это искание не только Бога, но и человека. Один из основателей университета Фридрих Шлейермахер вообще говорил, что в каждой науке есть что-то от теологии. В 21 веке это признали даже физики. В Берлинском университете преподавали отец квантовой механики Макс Планк и автор теории гравитации Альберт Эйнштейн. Сверхзадача сегодняшнего дня – объединить открытые ими миры бесконечно малого и невообразимо большого в общую теорию всего. И сталкивая для этого пучки фотонов в Адронном коллайдере, физики говорят, что они ищут честницу Бога. Михаил Антонов, Ольга Трегубова и Андрей Путро. Специально для программы «Церковь и мир». Владыка, но при этом мы видим, что все-таки богословский факультет Западного университета, он достаточно общими вопросами, я бы сказал, богословия занимается. Он не жестко конфессионально ориентирован. То есть в таком учебном заведении может учиться православный богослов, видимо, но он, наверное, должен понимать, что не вся система догматики и миропонимания богословского, который там преподается, соответствует православию. Или как? Ну вот я сам учился на богословском факультете Оксфордского университета. Это светское учебное заведение, оно внеконфессиональное, и богословский факультет тоже внеконфессиональный. Хотя в некоторых других случаях, например, во Фрибургском университете, где я до сих пор являюсь профессором, там богословский факультет является католическим. В то же время там учатся и православные студенты, и протестанты. То есть католическая церковь как бы курирует этот факультет, но, по сути дела, он тоже является внеконфессиональным. В Оксфорде, где я учился, там система была такая. По сути дела, каждый студент выбирал для себя тему исследования. Он выбирал себе или к нему приставляли преподавателя, который является знатоком этой темы. И дальше, по мере возрастания, его тема все более и более сужалась. То есть, если на этапе бакалавриата он изучал общие вопросы, скажем, основы библеистики, то есть учения о Библии, о Священном Писании, основы патристики, то есть учения святых отцов и так далее, вплоть до современного богословия, то на этапе магистерской диссертации он уже занимался некой специализацией в своей области, в той области, которая ему интересна. А докторская диссертация – это уже самостоятельное исследование, которое пишет студент, ему помогает научный руководитель, но вся основная работа исследовательская проводится им самим. То есть, по сути дела, по своим методам изучение богословия ничем не отличается от изучения других наук. То есть, по большому счету, в том же западном каком-нибудь университете Оксфордском, про который вы говорите, где вы учились, атеист может закончить этот факультет, да? Или нет? Или у него будут какие-то принципиальные невозможности? Теоретически он может закончить. Проблема в том, что атеисту и вообще человеку чуждому той традиции, которую он изучает, будет очень трудно ее правильно понять и объективно оценить. Вот, например, когда я учился в Оксфорде, я изучал творение Симеона Нового Богослова. Это духовный писатель и поэт рубежа X и XI веков, который жил в Константинополе, который оставил несколько томов творений, там и проза, там и стихи. Это очень интересный материал, который, конечно, для западного читателя очень мало знаком. И вот, когда я стал изучать научную литературу об этом авторе, особенно ту, которая написана западными авторами, я поразился тому, насколько скудны представления этих авторов о том мире, в котором жил герой моего исследования. Они, например, изучали его творения и искали в них параллели к сочинениям других, более ранних авторов. Так, как будто бы этот человек, вот так же, как они сегодня, сидел просто в кабинете, обложился книгами и по своим книгам создавал богословие. А между тем, богословы церкви, это ведь в основном были практики. Это были люди, которые или они были епископами, или преподобными, или они жили в монастырях и трудились. И они богословие это изучали не столько по книгам, сколько по опыту собственной жизни, а также через богослужение. Вот они слушали в церкви священное писание, они слушали какие-то литургические тексты, и через это они научались богословским истинам. Так вот, светскому исследователю даже в голову не приходит, что можно изучать богословие не таким образом, как он сам привык его изучать. То есть, сидя за столом с книжками. Да, не сидя за письменным столом с книжками. Поэтому я и говорю, что объективно осознать какие-то богословские истины можно только, если ты живешь в этом мире. А если ты оцениваешь этот мир религии извне, тем более, если ты его оцениваешь как-то предвзято, то тогда очень трудно будет прийти к объективным выводам. Владыка, вот у нас есть еще один материал, подготовленный нашими корреспондентами, о русской уже богословской школе, которая при этом является государственно аккредитованным вузом, а именно православным светом Тихоновском университете и о его достижениях и проблемах. Давайте посмотрим. Кирилл хочет служить священником и преподавать в университете. Только что он защитил диплом по теологии, но с ним построить преподавательскую карьеру будет непросто. Для того, чтобы занимать определенные должности, нужна научная степень. А защитить свою работу в первозданном виде не получится. Придется переделывать или даже писать новую. В России теология официально не признана наукой. Много времени у человека теряется не на научную работу, не на обеспечение учебного процесса, не на какие-нибудь, может быть, там, не знаю, великие свершения, а на вот написание работы по своей родной специалистике. На Богословском факультете Православного Свято-Тихоновского университета будущие теологи, кроме специальных духовных дисциплин, изучают историю, языки, древние современные, философию, литературу, предметы, составляющие основу классического гуманитарного образования. Но для высшей аттестационной комиссии это не аргумент. Европейские университеты, собственно, выросли и сформировались вокруг богословия. И оно является таким вот центром, так сказать, структурообразующим вообще гуманитарного европейского знания, такое, конечно, знание христианское, так сказать, в основе своей. Над переводом и анализом древнего религиозного текста Эльга работает несколько лет. Сегодня она получила степень магистра. Впереди аспирантура, кандидатская диссертация, но по специальности религиоведение. Религиоведение – это, скорее, сравнительные характеристики разных религий. А теология – это изучение конкретной религии христианства с учетом принятия всех тех догм, всех предпосылок, которые дает христианство. То есть теологом может быть только христианин. Может ли быть религиоведом-атеистом – это вопрос спорный, но многие считают, что может. Ольга Глушенко, Максим Плодосиновиков, Михаил Шорников. Для программы «Церковь и мир». Владыка, как-нибудь будет взаимодействовать Ваша аспирантура и Свято-Тихоновская аспирантура с системой высшего образования, с Министерством образования, для того, чтобы вот этот вопрос решить, его как-то унифицировать все-таки в отношении теологии? На самом деле такое взаимодействие уже происходит. И я должен сказать, что наше взаимодействие со светскими учебными заведениями и также с зарубежными учебными заведениями очень хорошо налажено. У нас уже есть обмен профессорами, обмен студентами, есть профессора, которые преподают и у нас в Духовной Академии, и, допустим, в МГУ. И фактически взаимное признание степени уже давно состоялось. Но вот в нашем диалоге с государственными органами, в частности, с Министерством образования, пока что не удалось достичь того прорыва, который мы ожидаем, а именно государственного признания наших ученых степеней. Причем я думаю, что это ведь касается не только православной церкви, это касается и других конфессий. Ведь в других религиозных конфессиях тоже есть богословское образование. Поэтому в данном случае речь идет не только о проблеме, в решении которой мы заинтересованы, но и о проблеме, которую надо решать для всех традиционных конфессий. Владыка, а раздадутся сразу же, как только этот вопрос будет решен, такие голоса опасения, что происходит дальнейшая клирикализация, допустим, высшего образования? Что ответить на такие опасения можно? Но что такое клирикализация? Клирикализация – это представление о том, что в светском государстве власть захватывают священники. Но, во-первых, совсем не обязательно преподаватель богословия должен быть священником. И я бы сказал, что сегодня в процентном отношении гораздо больше преподавателей богословия мирян, чем имеющих священный сан. И, опять же, при вот таком достаточно тесном слиянии светской и церковной науки, здесь трудно будет говорить о клирикализации, потому что сегодня священнослужители иной раз преподают в светских учебных заведениях. И преподают не потому, что они священнослужители, а потому что они специалисты в своей области. Поэтому я думаю, что эти опасения совершенно напрасны, но, естественно, что будет какая-то критика. Но я думаю, что основной вопрос заключается в том, что вот это гетто, в котором находилась церковь в советское время, она не должна в нем находиться в постсоветское время. Прошло уже 20 лет для того, чтобы наше министерство образования могло осознать, что богословие является наукой, что оно требует таких же усилий и таких же вложений, как изучение других наук, что оно сегодня востребовано. Востребовано не только на церковном, скажем так, рынке, но и на светском рынке. Потому что сегодня нужны богословы, сегодня нужны религиоведы. Сегодня религиозный фактор играет очень важную роль даже просто в общественной и в политической жизни. И когда появляется политик или общественный деятель, который совершенно не разбирается в религии и начинает выступать на те или иные религиозные темы, то это ничего, кроме усмешки, не может вызвать. То есть сегодня знания о богословии, знания о религии нужны всем. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Я хотел бы завершить ее словами Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Я желаю вам всего доброго. Да хранит вас всех Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова